Всем привет дорогие друзья, с вами Гоменкар Баркин, и у нас сегодня второй выпуск Академии Паталу Оркурс Молодого Бойца. Итак, друзья мои, сегодня мы будем смотреть на матч-ап Рим против катовых фракций, против Армении и против Барфейн. Первый состав, который я вам предлагаю, тактика, которую я вам предлагаю, это состав с 8 тяжелыми кавами за Рим. 6 отрядов претеров в золоте, плюс 2 отряда конницы легиона. Само собой все в золоте, 6 отрядов римских лучников обычных, полностью в золоте, 2 отряда римских анальнобоев, бронзовой атаки и 3 отряда крестьян. Собственно говоря, если у вашего оппонента будет хашка, задача ваших крестьян обгонять эту хашку и не давать ей работать нормально. Один отряд конницы легиона находится рядом с крестьянином в разумном строю и прикрывает этого крестьянина от той же хашки, чтобы она в рукопашку не пошла. Или там, если вдруг кат дернется, попробует отогнуть этого крестьянина вашего. Следим за тем, чтобы крестьянина вашего не убили в рукопашке, а так стрелами есть даже. Хашка будет по ней стрелять, особой выгоды оппонент из этого не извлечет. Так как у вас перевес пеших лучников по сравнению с Арменией, вы побеждаете в перестрелке, дальше начинаем стрелять по копьям. Все элементарно, все просто. Дальше то же самое против Парфи у нас работает, у Парфи нет копий, так что после того, как мы выиграли перестрелку, начинаем стрелять по катным верблюдам. Самый опасный юнит в составе Парфи, так что стараемся нанести максимальный урон этому юниту. Стреляем огоньком для того, чтобы понизить ей мораль. Вот такой вот первый состав, друзья мои, и запомните, что нельзя сходу лететь в фраж на Армян и на Парфи, так как свежие каты, даже учитывая то, что у вас будет численный перевес против Армян, да, свежие каты очень опасные юниты, и разнесут ваших плетеров в хлам. Так что постарайтесь измотать катов, и только после этого идите вперед в атаку. Это был первый состав, сейчас глянем на состав. И так, друзья, второй состав, который я иногда беру за Рим против Армении, это состав с шестью предерами полностью, золотая атака, брунговая защита, шесть отрядов обычных, римских лучников и три отряда городских когорт. Как нужно этим составом? Само собой, что у Армении будут хашки, ну, как минимум одна. Армения будет пытаться заходить с этой хашкой на ваших лучников, минимизировать ваш стрелковый потенциал. Вы должны будете играть от обороны, попробовать, как только хашка начнет заходить на ваших лучников, стреляем по этой хашке своими лучниками, два-три отряда лучников выделяем и работаем по этой хашке. Конница ваша бротика в разумственном строю, дает хашке прокружиться пару кругов в кантабрийском круге, после чего бросается на эту кавалерию. Само собой, что ваш соперник попытает отвести хашку, как только хашка начнет убегать, он будет получать залпы лучниками и будет погибать. Держим свой отряд бротиковой кавалерии в зоне поражения своих лучников, для того, чтобы, как только хашка начнет подходить к вам, она получала залпы стрелами и, собственно говоря, несла потери. Как только хашка получит достаточно урона, как только она устанет, пытаемся выловить ее своей бротикой в рукопашке и уничтожить ее. Вот такой вот рецепт. После того, как хашка уничтожена, подходим в основную перестрелку, начинаем стреляться и плюс при поддержке своей бротиковой кавалерии пытаемся разогнать армянских лучников, создаем им неудобства во время стрельбы. Мы, само собой, мы должны здесь побеждать в перестрелке, если нейтрализуем хашки и у нас останутся наши бротики. После того, как победили в перестрелке, начинаем стрелять по копиям, по катам, стреляем огоньком и снимаем мораль уроженским юнитам. Если удалось победить в перестрелке, само собой, Армения попробует пойти вперед и зарашить вас, так как стрелять под обстрелом особого смысла нет. Какие ваши действия? Вы должны постоянно отступать и отстреливать. Отступайте и отстреливайте до того момента, пока у вас это будет получаться, пока у ваших лучников есть стрелы. После того, как уже невозможно будет отступать или после того, как вы решите вступить в бой, постарайтесь сделать так, чтобы первый чардж вражеской кавалерии на себя принял отряд ваших урбанов и уже после этого чарджите своей кавалерии. Остатки своей дротиковой кавалерии в кавалерийский замес кидайте уже в самый-самый-самый конец, исключительно для того, чтобы подействовать на мораль вражеской армии. Еще так и существенный момент, что последний отряд, который вступает в кавалерийский замес, постарайтесь, чтобы это был ваш отряд. Вот это вот был состав, которым я часто играю против Армении. Теперь посмотрим состав, который я вам рекомендую против Парфи. Итак, друзья, состав против Парфи, который я вам рекомендую взять, состав, которым я часто играю, 6 отрядов притарианцев полностью в золоте, 1 отряд конец и легиона полностью в золоте, 1 отряд дротиковой кавалерии в золотой атаке, 6 отрядов обычных римских лучников полностью в золоте, хотя, извиняюсь, не полностью в золоте, 5 отрядов полностью в золоте, 1 в серебре и 4 отряда 3 арио голых. Как здесь играем? У Парфи, скорее всего, будет максимум 1 отряд конных лучников, против него будет действовать наш отряд дротиковой кавалерии. Тоже не рыпаемся, просто отгоняем хашку, не надо пытаться ее догнать свежую, потому что хашка будет отступать и по вам стрелять, и, скорее всего, полнофиг тоже вашего дротика. Здесь основная роль должна сыграть наша пехота, наши три арии, вступаем в перестрелку, немножечко стреляемся, не полностью до уничтожения, там или что-то еще, немножечко стреляемся, так, чтобы минимизировать число вражеских лучников, чтобы все отряды были покоцаны, и после этого начинаем наступление. Спереди идут три арии, за три ариями идет наша тяжелая пехота и прикрывает три ариев. Как только пойдет чаршина три ариев, если будет грамотно действовать, уже у врага не будет никакого другого варианта, кроме как их прочаршить. Постоянно оказываем давление, постоянно прессуем именно катов, выхватываем те отряды вражеской армии, которые отделились от основной массы, уничтожаем их, то есть прикрываемся три ариями и наступаем к кавалерии. Вот такой вот тактика. Как это делать, друзья мои, вы увидите на нашем канале на ютубе, подписывайтесь на канал, смотрите видео, там много хороших и интересных боев, представители нашего клана и других сильных игроков. А пока я на этом с вами прощаюсь, друзья мои, с вами был Гамилькар Барк, увидимся в следующих видео. Бай-бай. 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 Продолжение следует...